Мы вошли на территорию, напротив входа есть фэмили-март, можно зайти купить холодные напитки, кто что хочет. Вот сейчас мы зашли на территорию и на территории вход в храм стоит 500 бат с человека, а гулять по территории 50 бат с человека. Мы нигде в принципе не находили, это в описаниях и в комментариях, но так, то есть можно зайти за 50 бат погулять по территории. Мы просто изначально планировали приехать и я хотел сходить один, потому что семья хотела лежать на пляже. Но когда мы добрались до входа, получается, что нельзя так, чтобы семья валялась на храм, то есть надо войти и все равно заплатить. Но хорошо, что есть вот эти билетики по 50, чтобы гулять по территории. Сейчас я по территории погуляю, мы погуляем по территории, потом я схожу в храм, а семья подождет меня на территории. Через проходная, через которую можно пройти по этим билетикам за 50 бат, нас встречают, а кстати интересная какая-то конструкция с наклеечками, нас встречают пони красивые, дети в восторге. Хочу сказать, что добраться сюда, это район на Наклуа, добраться сюда с Джамтьена достаточно тяжело. Вся инфраструктура Таиланда, Паттайи построена на том, чтобы максимально затруднить тебе продвижение. У них нет общественного транспорта, нет общественного транспорта, везде можно только на тук-туке или на такси доехать. И нет прямого транспорта сюда, то есть мы несколько раз пересаживались. Это кажется странным, мы были на Хайнане, где можно куда угодно доехать на общественном транспорте, здесь его нету. Здесь надо конкретно ехать на тук-туках или на такси. Но возможно это какая-то политика, которая направлена на то, чтобы местные больше зарабатывали. Таиланд уже давно принимает туристов, и поскольку у них до сих пор нет общественного транспорта, наверное им это нужно. Мы где-то километр шли пешком или полтора, как я уже сказал, карты показали чуть дальше дорогу, но в итоге оказалось чуть ближе. Местные заходят бесплатно, с туристов, с европейцев. В частности берут по 50 бат, чтобы войти на территорию, на смотровую площадку. Ну вот оно, это деревянное сооружение, оно действительно красивое очень. Я думаю, с воды к нему никак не подойти. Мы нашли мини-зоопарк. Я зашел на территорию, меня заставили снять мой внешний микрофон, поэтому сейчас звук будет чуть хуже. Говорят, видео снимать можно, а с микрофоном нельзя. Не понимаю почему, потому что в камере есть внутренний микрофон. Ну, я не стал спорить. На меня надели каску. Сейчас постараюсь сразу снять храм, а потом уже пройдусь по территории. Здесь слоник кушает траву. Свой выход на пляж. Ну и вот это грандиозное деревянное сооружение. Выглядит потрясающе. Все действительно из дерева. В Википедии я прочитал, что он строится, у него нет никакой религиозной ценности. Ну, собственно, как саграда фамилия в Барселоне. Никакой религиозной ценности нет. Это чисто произведение искусства, туристическое. Ну вот в Википедии написано, что в нем нет ни одного гвоздя и высота около 100-105 метров. Выглядит поистине завораживающее. Все действительно из дерева. Входа, который выглядит как центральный, войти не получилось. Тайка сказала, что выход с другой стороны. Вход с другой стороны. Пойдем с другой стороны. Здесь все еще строится. Все в процессе строительства. Все деревянное, все масштабное. Все выглядит круто. Очень много фигур людей. Тоже все из дерева. Все выглядят классно. Резная работа очень на высоте. Я вот даже сейчас подойду к какой-нибудь из колонн и покажу эту всю резную часть. Каждая деталь вырезана, вырезана супер красиво. Вот каждая, каждая деталь буквально вырезана. Даже непонятно, как такое можно сделать. Три деревянных головы слона. Сверху три деревянных головы человека. Вход пока закрыт, этот красивый. Сверху три деревянных головы. это действительно какая-то альтернатива от творения гауди в барселоне только в паттайе деревянный кран и храм истины но я вообще не могу понять как такое можно сделать из дерева высотой 105 метров и без единого гвоздя полностью полностью все резное каждая деталька вырезана никаких просто прямых деталей все вырезано слоны держат за хвост какое-то животное какой-то тайский ватикан же не верится что такое можно сделать из дерева какое-то сверх произведение искусства некоторые части еще нельзя заходить так что смотрите внимательно та часть видать еще не доделанная ребята сказали на entry а а Вверху есть одна лампа, но так в целом все освещается естественным светом. Это выход, пока туда нам рано. Король Таиланда изображен на всех их деньгах. Здесь ему уделили место. Таиланда. 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 Каждая колонна вырезана. Все, все, все. Вообще никаких деталей не деревянных здесь нету. Таиланда. Таиланда. Везде есть отличные резные балкончики, девушки и видно море. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Такой себе тайский Ватикан. Вот эта центральная часть, я даже не знаю как ее назвать, такое впечатление что это огромный массив дерева. Как будто просто вырезано внутри ствола какого-то дерева, выглядит очень впечатляюще. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Строительство не останавливается Я читал отзывы где-то, что строить ее будут вечно Но походу они не планируют ее строить вечно Потому что строительство идет полным ходом Все работают, все что-то тянут Вверх непонятно, деревянный или нет Выглядит как посеребренный Но может дерево покрашенное серебрянкой Выглядит достаточно красиво Территория большая Возможно будет что-то достраивать В конце я вижу статуи с лошадьми Деревянные тоже Вот еще какой-то выход Похоже на цех по производству материала Очень много дерева, очень много рабочих Что-то пилят, какие-то колонны, статуи Очень красиво Территория просто шикарная Территория 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 храма истины в Таиланде. Надеюсь информация была полезна. Обязательно подписывайтесь на канал, у нас очень много полезного контента под достопримечательностями и обзором отелей. Спасибо за лайк. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ваш канал поехали с нами. Здесь есть слоники, которые с нами прощаются. Счастливо, до встречи!